Хей! С вами в эфире Сила Моды! И сегодня мы погружимся в мир удивительных фактов и явлений. Готовы удивляться вместе с нами? Необычная выставка Ничоси, где находится более ста экспонатов со всего мира, которые ты можешь посмотреть. Пойдемте вместе с нами! Будем удивляться! Смотри, какая у него классная прическа! Давай какую-то штуку сделаем? Я согласна! Сыграть полноценную мелодию на музыкальных фруктах или овощах? Вы скажете, что такое невозможное. Но тут невозможное возможно! Побродить по призрачному городу манекенов, узнать страну по запаху, а также узнать и увидеть, как выглядит старинный детектор лжи. Все это и другое можно увидеть именно здесь. Эта выставка помогает расширить горизонт сознания, заставляет взглянуть по-новому на наш мир, задуматься о многообразии и сложности нашей планеты. На выставке Ничоси понравится всем людям разного возраста, кому все интересно, а также изучать неизведанное лучше в хорошей компании. Проект представляет собой просторный open-air общей площадью 500 квадратных метров. Зависнуть здесь вы рискуете надолго, ведь выставка включает более 100 экспонатов, 10 локаций, несколько фотозон и много всего необычного, которое к тому же можно трогать руками, нюхать, разбирать и собирать. Возможно, какие-то факты вам известны, но посмотреть наглядно намного интересней. Вот, к примеру, многие слышали о том, что в Китае считалась красивой для женщины маленькая ножка, и что девочкам надевали маленькие ботинки, чтобы нога не могла расти. Но увидев, какого размера были эти ботинки в настоящей жизни, вы наверняка поразитесь. Рядом с каждым экспонатом находится поясняющая табличка. Многое написано с юмором, что для меня особенно привлекательно. Переходя от экспоната к экспонату, у вас будут задействованы все органы чувств. Зрение, слух, а также обоняние. Вот, к примеру, на этом круглом столике сосуды, в которых предлагается угадать страну по запаху. Можно увидеть, как выглядел специально построенный город для испытания взрыва ядерной бомбы, а также посмотреть на самых необычных людей нашей планеты. Обожаю этот запах. Пошли. Варя, а ты помнишь, нам дедушка рассказывал очень смешную историю про голубя? Конечно, помню. В век великого интернета уже не удивится диковинкам. А вы знали то, что в Индии в 2016 году был обнаружен самый необычный преступник? Голубь! Его обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму на целых три года. Вот такая необычная история. А множество других вы узнаете, увидите и услышите именно здесь. Скажи, какой ты безбашенный голубь? Да вообще, ты еще гавкни. О, ты видишь там какие-то босоножки? Да. Стоп, где голубь? Улетел, наверное. Пошли к тем босоножкам. Гоша, что тебя больше всего поразило на этой выставке? Больше всего мне поразило на этой выставке самые необычные налоги. Ну вот, например, налог на шум в Швейцарии. После 22.00 в домах нельзя двигать мебель, кричать и даже мыться. Обалдеть. Как такое вообще можно? Это же для человека очень важные вещи в жизни. Ну это другая страна, там другие правила. А ты был когда-нибудь в Швейцарии? Нет, я не был, но я бы хотела с лучшим другом туда слетать и позарабатывать денег. Я бы тоже там хотела побывать. О, Вера, привет. Привет. Тебе понравилось играть на этом инструменте? Да. А что больше тебя в нем удивило? Что он очень большой и он дает очень красивые звуки. А как ты научилась на нем так быстро играть? Смотрела на филиментурии и научилась. А ты бы хотела пойти на занятия по такому необычному инструменту? Наверное. Ммм, супер, класс. Молодой человек, не подскажете, где покупали такую обувь? Мы хотим приобрести такие классные бархатные тяги. Спасибо. Покупайте такую классную обувь за целых 2 рубля. Пошли, посидим. Ну кто посидит? Организаторы выставки изучили тонны информации. Прошерстили весь интернет и сборники книг рекорда Гиннесса, чтобы собрать удивительные факты, шокирующие слухи и потрясающие сведения. И теперь любопытные мельчане знают, куда сходить, чтобы сказать «ничосе, а я этого не знал». Выставка будет работать до 15 ноября 2023 года.